В рамках клинической базы Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета существует множество научных центров. Один из таких – медицинский геномный центр. Там мы исследуем наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям, исследуем, ведем подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов и на базе этой лаборатории создана крупнейшая в России, даже в СНГ, база данных наследственных генетических мутаций, онкологических мутаций. Последнее время в центре развивается проект с анализом микробиоты. Это совокупность микроорганизмов, находящихся в симбиозе с человеком. Микробиота отвечает за иммунитет человека, потому что если у нас, например, кишечник, расстройство кишечника, то все тело болит. И методы исследований, которые мы применяем, позволяют оценить вклад всех этих микроорганизмов в здоровье, в состояние здоровья человека. В организме человека количество находящихся с ним в симбиозе микроорганизмов превышает количество собственных клеток в 10 раз. Ученые Казанского федерального университета нацелены не только на изучение, но и на практическое применение результатов лечения человека. Следующим этапом, в 2019 году мы запускаем проект по трансплантации фекальной микробиоты, то есть когда мы можем трансплантировать микроорганизмы, переносить от здоровых индивидуумов к больным, тем самым корректируя их болезненное патологическое состояние. Учитывая влияние микроорганизмов на человека, такой метод лечения может спасти здоровье от различных опасных заболеваний. Артем Тупичкин, Универньюс.